чтобы находиться в балансе между работой и отдыхом люди идут на разные вещи одни чувствуют себя счастливыми когда водят машину занимаются йогой или живут в отелях на берегу андаманского моря а мне для баланса нужны выходные всем привет я алиса вы на канале свой человек на пукете и сегодня я покажу как у нас проходят чудесные выходные дни короче план на выходные у нас следующий нас позвали друзья на барбекю сейчас поедем познакомлю вас корейской мафии со всеми влиятельными людьми на острове тут вот настенька прекрасная машет вам привет и кстати те кто смотрели первый выпуск знаете что знаете что у насти появились лисички насть покрытие пока вот такие вот красотачки на в итоге настя их набила за три часа я даже не успела приехать к ней чтобы ее снять но я зато поснимали сейчас так сказать искуплю вину знаешь у меня есть новый цвет волос а еще у меня все тепленькое все тепленькое это интересно я оставлю твои контакты под видео сколько можно тебя ждать почему мы всегда тебя так долго ждем что это написано тебя на футболке покажи 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 это не кончится это все не кончится короче такая история в то и по крайней мере на пхукете у нас значит отменили пластиковые пакеты и теперь в магазинах не дают бесплатные пластиковые пакеты поэтому влад каждый раз берет собой свою просто чудеснейшую сумочку я считаю что она ему просто к лицу сейчас покажу глаза и мне очень нравится в водах и знаешь тебе под этот стиль еще нужен хвостик вот так вот и сзади знаешь как мальчики носят и все за это можешь уже поехать я жду пока ты поедешь подвезете до магазинчика да конечно сколько это будет стоить отсос такси что это за безумный заезд если вы когда-нибудь задавались вопросом как выглядит дорожное движение в тайе то сейчас у вас будет просто замечательная возможность насладиться им по полной потому что в ближайшую минуту мы будем ехать по дороге а я пока расскажу какие здесь есть особенности движения ну во первых здесь едят на байках как вы можете заметить конечно же есть и машины но байк это как маст хэв вы просто обязаны уметь на нем ездить если вы живете в таиланде потому что пешком здесь никто не ходит еще одна особенность здесь абсолютно никто не считается с пешеходными переходами если вы приехали в таиланд не стоит ждать пока вам загорится зеленый просто подождите пока дорога будет пустая и переходите лучше перебегайте потому что тайцы не обращают на пешеходные переходы вообще никакого внимания ну как я уже сказала никто пешеход здесь не ходит самого детства поэтому для них это даже немножко странно что нужно остановиться и пропустить людей сами по себе тайцы люди не конфликтные поэтому и на дорогах они водят точно также уступает друг другу никто никому не сигналит и лично для меня главное правило это никому не мешать мой любимый стиль 40 километров вдоль обочины и я всегда доезжаю к своему месту назначения целое и с хорошим настроением как любые уважающие себя люди и гости для баланса мы обязаны взять с собой немножко рома желательно самого вкусного бутылочку это к нам всем прямо с его новыми всегда продается много тайского рома и тайского виски вот например это два вида тайского рома мы предпочитаем тот что беленький от него по нашему мнению меньше болит голова и называется он самсон давай я запасу почему отлично я всегда соглашайся если она горит если она хочет заплатить если девушка говорит что хочет заплатить нужно соглашаться золотое правило семья должна работать кто-то одна по хозяйственному по домашнему вовосечку вовосечку да чеки просмотреть все погнали в смысле а то что льда не было разу все быстро уезжает и я не могу догнаться где миша живет я это не так и не могу заполнить потому что там такие джунгли штука петь просто серьезно а сколько ты раз у него было три это было ночь человек три раза в гостях не может дорогу заполнить конечно тебя не брось даже наша лисичка наша солнышко мы тебя не бросим еще одна жизненно необходимая покупка это лед и бабки капунка березой мы уже купили из первой полосы в третью и вообще уехали меня что я даже не успела перестроиться и потерялась на святопоре пришлось разворачиваться и возвращаться и я только подумала что вы на села не будете потому что вспомнила что нужен лед на это же должен был быть смешной выпуском на что это расскажите как вот назвать тебя виолеттой это это бургун на себя покрасить голову пиолетовый теперь вот и я называют виолетта вставай вставай давай нужен твой бардачок настя давай давай тебе лед туда закинем нужен бардачок мне блять не нужен под жопой будет прохладно у меня охлаждение да везде подогрев сидений ты просто слишком горячая а у меня же все тепленькое было льда положили в багажник теперь охлаждение попки можно я сяду да все поехали не быстро займешь хорошо то настя сейчас заплачет как похоронная процессия будем ехать хотя бы 40 давай сниму тебя совсем рад заебись я сделаю себе видео буду дрочить на себя да а ты на что сегодня мастурбировала какая разница это же моя личная жизнь знаешь такой способ так а логичная жизнь это логичная жизнь она давай если В общем, наши друзья снимают офигенский кондик. Привет, Миша! Давно не виделись? Много лет! Мобильный фотограф на Пхукете. Владислав. Собственно, к Мише мы сегодня и приехали в гости. Миш, ты что, только с работы? Да. Очень удачно, тогда мы вовремя. Тук-тук, всем привет! Мы к вам с льдом. Привет, Ритуля, здравствуйте, привет, Илюха. Здравствуй, дорогая. Мы очень щедрые, очень щедрые гости. Куда положить? Срочно. Морозил. Покажу вам немножко лакшери жизни. Вот так вот живут люди с двумя бассейнами в шикарном кондике прямо в горах. Господи, ну жить в Таиланде, это же просто прекрасно. Падма у тебя из окна, камни выложены. Захотел в одном бассейне поплавок, захотел во втором, захотел, пошел в барбекю пожарил. Шикарно просто. Влад, не трогай, это на Новый год. Так, значит, вот что значит прийти в корейскую семью на ужин, в русско-корейскую. Это божественные салаты, только Рита умеет готовить такие салаты, не знаю. Не знаю даже, как у нее это получается. Помните, золотое правило, если человек стоит на кухне, обязательно сделайте ему комплименты. Мам, ты пробовала этот соус? Влиятельный человечек пришел. Пахнет вкусно. Смотри, или я снимаю топовый контент. Миша, ну как обстановочка? Общательно. Что сегодня у нас? Свинина? Ребрышки. На гриле. Лайфхак номер два. Если все люди на улице, идите за стол. Вероятно, здесь очень вкусно. Томата с песта, курочка, невероятный соус, соус с чесночком и салат-салат. Важно это делать, если вы у Риты дома, потому что здесь всегда очень вкусно. Вот у этой Риты, запоминайте ее. Запоминайте. Но вы ее у нас не заберете. Короче, Настя сказала, что мы тут съедим как в бизнес-лаунже. Объясни, как в бизнес-лаунже. Потому что там все стоят, жарят, а еще до сих пор дожаривают остальную часть и курят, там все они как-то зайдут. Как будто пассажиры эконом-класса, которые идут в посадку, а нам уже разносят шампанское и оберносят замечательные турцеллини с пестом. Бизнес-лаунж. Бизнес-лаунж и Риты. Мы тут сидим, нам лучшую еду принесли, вкусные коктейли разносят. За прекрасный полет, спасибо. Знаете, у нас в компании работает от то правило. Все, что было в гостях у корейской мафии, остается в гостях у корейской мафии. Поэтому все, что было потом, показать не могу. Но я думаю, вы можете догадаться, что мы пили, ели, веселились. И после этого настал просто очень смешной момент, когда мы ехали домой. Я готова. Пока, Ритуля, спасибо за барбекю. Пока, Мишаня, спасибо за барбекю. Рита, скажи давай ламинг на прощание. А может, нет? Ладно, ладно. Нет, так нет. Я стесняюсь. А вот Анжон потом скажет. Обязательно, на ночь. Пару долайламингов обязательно. Полицейские повоятся. Поедем еще там где побольше, там где 20 штук. А на чем вы приехали? Да на PCX же тоже. Да вот это. Сейчас они выйдут. Я просто, мне кажется, не смогла бы даже сесть за руль, потому что я не смогу согнуться в этой юбке после такого обеда. Люблю с перепоя топором помахать. Ну ничего, Настя, я могу поехать за рулем. Давайте я за ним съезжу. Да, да. Да хуй знает. Сейчас будем стучаться во все дни. Немножко двери закрыты. Здесь должен быть охранник, который открывает, но его нет. Ребят, это знак. Возвращаемся к ребятам и пьем дальше. Он, может, унотриус умер? Нет, здесь все еще никого нет. Да где? Вдруг это будет кнопка по самоуничтожению комплекса. Ну что? Боже, ребят, выпуск просто отлично получается. Пускай Миша пиво принесет. А знаете, у нас здесь такой вечер при свечах получается. А давай ламминг этого выпуска будет следующий. Живите так, будто бы вы постоянно находитесь в бизнес-лаунже. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!